Привет всем! Снова с вами Сахалинец. Итак, в этом видео вы увидите материалы, снятые на двух рыбалках, которые были на одном месте, но с периодичностью в одну неделю. Вот, первый раз выехал я под Большую Микриху, это река Ветлуга, 9 марта, сразу после праздника. Вот небольшой видеоотчет. Ну, пожалуй, продолжим, наверное, тестирование Lex Mormos Set с серебристым гвозди-шариком. Первый, на самой-самой медленной проводочке. Ну, ладно, я тоже начал беспокоиться, что не будет в плевах. Оказывается, ей просто надо, знаете, практически просто подъем, без колыхания. А вот сейчас, смотрите, как с игрой взяла. То есть, надо, видно, экспериментировать. Ну, в принципе, так и будем делать проводку, предположим, с активной игрой. Может, укушок проскочит. Затем проводку без игры. Ух ты. Хорошая подача. Рыбешка такая, ничегошная. Приятно так сторожок согнула. Вот мелочевочка дебряблит. Подбойчики есть. А у верных поклевок единицы. Но, все-таки, не случается. Проводка такая мелкая-мелкая дрожь. Знаете, ребята, вот биение алкоголья. Как раз вчера было 8 марта. Вот если бы был бы сбудна, наверное, было бы самое то. Мелкая-мелкая дрожь. Вот, наверное, это было бы самое то. Я надо просто поднимаю. Без всякой игры. Рыба пассивная. Наверное, сейчас было бы неплохо ловить на мотыля. Но с собой только без матрука. По зубам. Вообще, перед тем, как начать ловить, я опустил камеру. Пришел посмотреть, что тут по рыбе. И, надо признаться, я был удивлен. Потому как рыбы здесь до хрена. Как в аквариуме нормальном. То есть, стоит она от дна практически до верха. Но из-за того, что глухозимая, наверное, она не слишком активная. Глубина, кстати, здесь небольшая. Где-то полтора-два метра. Течения практически нету. Так, слабая-слабая текуха. Вот затяжок такой. И здесь, видно, она собралась и отстаивается до лучших времен. Но, хотя, по несколько вытаскиваю. И то хорошо. Что-то здесь людно стало. Да, и клев прекратился. Так что, пойду, похожу. Побурюсь, поищу еще какую-нибудь, может быть, активную рыбу найду. Ну, вот камера показала, что вроде бы здесь рыба есть. Гуляет, и причем, тоже в количестве. Глубинка здесь небольшая. Кстати, спасибо тем, кто здесь набурил лунок. Ну, что, будем попробовать. Ну, второй раз случился сегодня, 16 марта. Спустя неделю мы опять в Этлуге. И опять я с утра приехал сюда же, под большую микрику, на, так сказать, Волгу, на Этлугу, чтобы снова половить на безмотылку. И, пожалуйста, вот что сегодня произошло. Ну, вот я снова на том же месте, где я рыбачил в прошлый раз. Здесь разборки. И самое удивительное, то, что народу-то и нету. Выходной день. Ну, там сидят. На противоположном берегу сидят. А здесь никого нету. Ну, может быть, кто-то что-то узнал и ломанулись в другие места. Ну, мне проще, конкуренция отсутствует. Вот, поэтому забуриваюсь, смотрю в камеру и приступаю к ловле. Так, сегодня я, пожалуй, займусь читерством. Как вы видите, я пробурил две лунки, потому как буду использовать две снасти. Ну, первое, стандартное, это без насадка в последнее время. Ловлю вот на такой вот мормосет от Лекса. А второе, вторая удочка у меня будет, точнее, она есть, только где она у меня есть. Вот. Вот, с обыкновенной легкой мормышкой. А насаживать я буду не мотыля или что-то из животных насадок. А вот такое вот местное тесто. Давным-давно еще мне местный мужик научил. Это черный хлеб с добренный зубчиком чеснока и ароматным растительным маслом. Просто разминаем его в такое вот состояние пластилина и катаем небольшой шарик, который в последующем сажаем на мормышку. Вот. А что сегодня предпочтет рыба, это мы узнаем буквально в ближайшее время. Надеюсь. Ну что, расчехляемся, разматываем снасти и приступаем к ловле. О! Так, не успел даже распутать. Удочку, как кто-то шатал мой сырожок. В результате часа в два он уже смотрю, домой собирается. Опа! Натряс. Вот такая вот она. Да, вот такая вот она в камеру, кстати, и была. Пакет открыл от рыбы. Ну вот, ну сыроженку поймал я. Показывал то, что бурил две лунки. Блин, тут такое чупо было. Короче, вытаскивал-вытаскивал шугу во время бурения. А лед буквально вот под ручку. Ну и в конце концов забил. И бур я засадил. Он ни туда, ни сюда крутится на месте. А не пропихнуть вниз, ни вывернуть назад не получится. На самолов поймалась! На хлеб оставил, сожрала, есть! И вот такая вот масенькая сырожка. Несмотря на то, что рыбы камера показала достаточное количество, причем стоит она по всей практически толще воды, то есть начиная от льда, где-то там посередине, до самого дна. Но, видимо, активность у нее невысокая. Приходится вымучивать каждый хвост. По картинке видно то, что в основном сожрожняк. Причем такой вот меленький, мизинчиковый. Ну и проскакивает там, что типа подлещика, или я не знаю, сапа. В белой рыбе не разбираюсь. В основном это плотвица. Так что будем трясти, ловить на хлеб пытаться. А собирать главное котам, презентам. А то в прошлый раз не то, что мало поймал, да еще я оставил все в ветруге. Вот видно, что идут подбои, но именно поклевки, к сожалению, пока вот две штучки было, я вру. Рыба клевать не хочет, и, как говорят, ее надо удивлять. Сейчас я буду применять то оружие, от которого она просто офигеет. в Москве на выставке встретил своего товарища Мишку, который заядлый на холстовик, и он мне подарил несколько мушек. Вот сейчас я попробую ловить местную рыбу на мушек, этого точно она не видела. Как ни странно, ребята, моя первая мушинная пойманная плотвица. Миха, спасибо. Нет, я, конечно, надеялся, что поймаю, но не был уверен. Интересно. А погода сегодня еще классная. Солнышко, легкий ветерок и тепло. Уже никаких перчаток не надо. Сижу расстегнутый. То есть весна, весна прям. Хотя, надо признать, что ночью было холодно, машина была вся в войне. По зубам. О, сидит. Их, сошла. Пока чистил лунку. Единственное, конечно, то, что эта муха очень легкая, и пока она там до дна дойдет, приходится ждать. Пока падает, иногда и поклевки случаются. Что-то не клюет. Вот сосед потихонечку таскает. Пойду посмотрю, как ловит. Может, чему не учусь путному. Во, все рыбы забросал. Покажи хоть что, как. То есть маленький шарик. Ну, то же самое, в принципе. И выше подсадочка. Ну, такая же мормуха. Аккулентно что? На нижней, на нижней верхней. И на то, и на то. Ну, сейчас вот здесь натяжки, просто немножко утягивает ее. Чуть-чуть отпускаешь, вот на столько. Ага. Чуть-чуть. А там с одного, но подсадкает плохо. Посмотрю, как ты играешь. Сейчас вот тоже выкнил, сколько. Чуть-чуть три опять. Она вот такая, совсем, смелая. Ну, мелочь, мелочь. Она, когда мелочей нет, крупная, понимаешь, она как будто задевает вот так. То есть потом пык, тас хорошим, да, бля. Падает. Не играй больше, интересуй сейчас. Это вот она, видишь, я уже достал, да. Ага. Сейчас я ее потянуло немножко. А, то есть вообще минимальное шевеление. Нет, иногда вот так вот. Вот так вот иногда потрясешь. После этого... Идешь, дешь, дешь. Пук. А, ну, спасай рожью. На паузе иногда. Да, да, да. То есть ничего такого это основное. О, о. Блин. Ну, правда вот такая. Тук, зато клюет. Так, ладно, сейчас я тебе под ящик заборюсь. Шучу. Опа. Ха-ха-ха. Так, это у нас уже, это у нас уже уклейка. Хоть она и подбагрилась, но все равно, значит, заинтересовалась. А-а-а. Тут вот спуск-то. Буквально под лед. Масленица. Один из моих любимейших праздников, потому что просто обожаю блины. Небольшой перерыв на перекос. Ммм. Настоящие блины, настоящая весна. Что-то я совсем приуныл при отсутствии клюва, поэтому решил взять удилку, которая оснащена вот такой вот замечательной мормышкой от Игоря Затравина. Я уже показывал, то что вариант вполне рабочий. Кто хочет, тычет, переходит по ссылке. Ну, а я продолжаю искать рыбу. В принципе, в принципе, она клюет на тесто. Ну, не хочу я ловить на то, что она клюет. Я хочу ловить на то, что я хочу. Пока это не получается. Будем искать рабочие варианты. Ох. Такой прям прям. Прикольная поклевка была. Может быть, даже это был мелкий окушок. Опа. Сел на другую лунку. На готовую уже. Смотрите, как окушок. Вот. Что хотел сказать. Здесь поглубже. Начал пускать мормыху. И примал окуня. Скажем так, то, что это поимка была, точнее, носила случайный характер. Может быть, он здесь есть. Может быть, будет отзываться на безмотылочку. Причем говорят, что окуня нынче в этих краях мало. И на счет погоды я немножко, видимо, сглазил. Потому что временами такие порывы ветра. Я думаю, то, что слышно в микрофон, как задувает. Ох, есть подача. Нет, на этот раз сараженка. Тоже не крупненькая, но тем не менее. Когда клюет, даже веселее становится. И в такие моменты начинаешь задумываться. Вот. Что приносят поклевки? То ли смена места, то есть пришел туда, где рыба есть, то ли именно смена снасти, то бишь мормышки. Конечно, хочется поэкспериментировать. Но сейчас не такой жор, чтобы что-то менять. Если клюет на безмотылку, то будем ловить на безмотылку. Есть, 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 есть. Сиди сюда. Ходи, ходи, ходи. Ну, это что более мнение. А вчера Кузьма звонил, хвастался, говорит, напоролся на Волге на одну коряжку и хорошо отловился по окуню. Видимо, там уже рыбка просыпается. Ну, а здесь на ветлуге еще рановато. Так что потихонечку, полигонечку меняем снасти, подбираем ключик, ищем того, кто более-менее активный. Есть. Очередная сороженочка. Невелика. Но, тем не менее, рыбка есть. Смотрите-ка, по-моему, это все-таки смена места. Хотя, не исключено, что и смена снасти. Короче, сколько ни думай, угадать вряд ли получится. где-то у меня толчиночка. Ай-яй-яй. Проскакивает она, проскакивает здесь. Как-то нет, нет, нет. Потом бац, и по зубам. Ага. Бац, и сидит. Невеликая красавица. Ну, это хоть какой-то движ. А то сидел, понимаешь ли, грустил. А тут уже начал что-то полавливать. Хочется, конечно, хочется что-то более увесистого. Но не будем искушать судьбу. Клюет. И на этом спасибо. Ну что ж, думаю, наверное, этой лунке надо дать отдохнуть, потому что поклевки здесь, в принципе, прекратились. Либо выбил того, кто клювал, либо рыба отошла. Вот, предлагаю забуриться еще где-нибудь рядышком, разбурить точку. Ну и попробовать какие-нибудь другие снасти. Опа. Ну вот. Очередная смена лунки, очередная смена снасти. В данном случае быковка и латунный гвоздешарик. И снова очередная небольшая сорожка. Кстати, оттуда сюда по всей мере идет понижение, потому что переходя от лунки к лунке я понемножку стравливаю леску для того, чтобы добраться до дна. Игра такая равномерная, неспешная. И на каждое изменение в кивке приходится делать подсечку, зачастую ложную, потому что порывы ветра сильно шатают в тонкую снасть. Забавно такие ударчики происходят. Видно, мелочевка с разгона бьет. Ну, приятно так бодрит, скажем. Опа. Ну вот, кто-то не держался, акушок видно мелкий, что-то бьется так. Ну нет, интересно, сорожку. А при подъеме так мелко дергалась, как будто окушок. Ну ничего, я не расстроен. Короче, выковыриваем понемножку из каждой лунки. Рыбалка весьма отрядовая. Ух ты. Увеличил частоту игры, сделал более активно ее. И смотрите-ка, поклевка. Интересно. Давайте попробуем еще раз так поиграть. Более так агрессивно, скажем. Фиг пойми, что это рыбе надо. То, блин, еле-еле чтоб качалась, то, чтоб мормышка тряслась, как сумасшедшая. Приходится менять то так, то так. Хотя вот на такую трясучку чаще отзывается, конечно, окунь. Ребята, на улице красотища. Солнышко пригревает, вот, хоть куртку снимай, но, честно говоря, боюсь, потому что все равно весеннее солнце обманчивое, можно легко и простудиться. Но вот реально весенняя погода, а сейчас пошел посмотреть, что за дерево возле кусты на берегу растет. Подошел это верба. И все, у нее уже барашки, вот, самые настоящие, знаете, видно, открылись буквально на днях. Они такие еще маленькие, беленькие, гладкие, глянцевые, пушистые-пушистые. Настояние поднимается, вот уже просто, знаете, не рыбалка, а чисто отдых. Просто отдыхаю. Кайф. Ну вот я и вернулся к тому, с чего начал. Те же самые лунки и та же самая снасть. Дело в том, что я уже сажал все блины, и клев практически закончился. Вот, так что буду, скорее всего, заканчивать рыбалку. Итак, небольшие итоги. Рыбалкой я остался доволен, потому как ловил на то, что я хотел, а не на то, что рыба хотела. Конечно, можно было бы сделать паровозик из нескольких крючков и ловить на то самое тесто, ну то есть на хлеб с растительным маслом и чесноком. Возможно, тогда бы мой лов был намного больше. Но я предпочел именно безмотылочную снасть, то есть гвозди-шарики. И особенно радует то, что поймал на мушку от мишки. Мушку от мишки. Вот. Это мой первый опыт подобной рыбалки. Поэтому особый кайф от этого испытал. Погода сегодня замечательная. Рыба хоть и не килограммами ловилась, но она все-таки была. Ну что еще для кайфа нужно? Наверное, надо ехать домой. Там мама новые блины приготовила. Так что ловим последнюю на сегодня рыбку и сворачиваемся. Есть. А вот и она последняя на сегодня рыба. Да стоит и не крутись. Вот. Вот такая замечательная сорожка. А на этом разрешите откланяться. С вами был Сахалинец. Пока-пока. Сахалинец.